всем привет с вами азбука от семантики и сегодня мы поговорим о том что такое LTV LTV это показатель прибыли которую компания получает от одного клиента за все время работы с ним LTV аббревиатура от английского lifetime value или customer lifetime value в русском языке это метрику называют пожизненной стоимостью клиента метрика LTV очень важна в бизнесе особенно если ваш сайт относится сегмента e-commerce если не учитывать этот показатель вы рискуете упустить прибыль или даже разориться обозреватели отмечают что многие стартапы прогорают еще на начальном этапе потому что затраты на привлечение клиента превышают показатели lifetime value этой проблемы можно избежать если не фокусировать все усилия только на сделке когда начальный этап завершён нужно помнить о дальнейшем опыте который получает клиент после конверсии объясним на простом примере если вы решили заняться бизнесом то должны думать об окупаемости например вы шьете одежду на заказ если продавать платье по цене ниже себестоимости вы разоритесь такая же ситуация с клиентами если привлечение одного клиента обходится вам 300 долларов то вы должны разработать стратегию как получить с него прибыль в размере от 900 до 1200 долларов не учитывать пожизненную стоимость клиента вы тратите деньги на ветер что вы получаете при подсчете LTV четко видите роя по затратам на получение нового клиента понимаете какие на какие каналы дают вам больше всего выгода и на чем нужно сфокусироваться так вы сможете более грамотно оптимизировать свои каналы по продвижению выстроить стратегию на основе текущей прибыли с канала они по доходу от его начального приобретения когда вы определяете у каких клиентов самый высокий LTV вам проще вычислить аудиторию которую нужно таргетировать вычисляете способы удержания клиентов видите как показатель LTV меняет в динамике с течением времени и под воздействием различных маркетинговых стратегий разрабатывайте эффективную систему взаимодействия с клиентами обменивайтесь электронными письмами и сообщениями информируйте пользователи по важным вопросам настраивайте таргетинг определив LTV для каждого клиента вы можете составить несколько групп в соответствии с этими показателями распределить по ним клиентов это позволяет подбирать и применять разные подходы в работе для каждого сегмента а персонализированное взаимодействие всегда более эффективно носите правки в поведенческие триггеры и разрабатывайте новые которые позволяют потолкнуть клиента к покупке повышайте производительность за счет поддержки клиентов выявляйте наиболее ценных клиентов которым стоит уделить особенное внимание самый простой очевидный метод посчитать пожизненную ценность из прибыли от клиента вычесть затраты на его привлечения но это грубая неточная формула она не учитывает многие изменяющиеся показатели например увеличение клиентской базы способы вычислить этот показатель существует несколько есть простые и сложные формулы разберем две из них формула номер один самый быстрый способ подсчета в этом и заключается его преимущество показатели можно определить в одно действие разделив прибыль на количество пользователей недостатки этого метода полученные данные будут неточными так как учитываются доходы не со всех пользователей например отсеиваются те клиенты которые уже есть у компании но еще не принесли прибыли формула номер два формула простая для нее необходимо знать всего два значения количество дней проведенных пользователем в интернете и прибыль которую получаете от этого пользователя за день формула в этом случае выглядит так теперь разложим ее на составные части lifetime вы определяете время после которого пользователь обычно не возвращается в приложении то есть период неактивности обычно задают значение один-две недели затем ежедневно отслеживаете пользователи у которых на сегодняшний день закончился период неактивности и вычисляете число дней от первого посещения до текущего момента после вы рассчитываете lifetime средние показатели по всем пользователям а rp что бы получить этот показатель разделите значение дневного дохода на количество пользователей умножив a rpu на лайфтайм вы получаете показатель ltv преимущество формула простота оба показателя рассчитываются легко чтобы получить конечный результат нужно лишь выполнить умножение подсчеты можно проводить регулярно есть возможность рассчитать показатель для каждого сегмента пользователей недостатки формула результат зависит от периода активности так как обычно она определяется экспертно показатели могут быть усредненными и неточными показатели lifetime и rpu в данном случае отражают средние значения а значит при подсчете будет присутствовать погрешность когда мы считаем lifetime и rpu мы учитываем разные пользователи первым случаем те кто уже вышел из приложения а втором текста на текущий момент времени активен показатели rpu который мы берем при подсчете показывает результат лишь до текущего дня а пожизненную ценность мы должны спрогнозировать на много дней и недель вперед на сегодня все напоминаем что все выпуски азбуки доступны в текстовом формате у нас блоге ссылка в комментарии под этим видео с вами была азбука от семантики подписывайтесь обучайтесь обращайтесь подписывайтесь